119 семей, пострадавшие при обрушении жилого дома в микрорайоне Бесаба, до сих пор не получили квартиры. С момента ЧП прошло почти 5 лет, а многие семьи до сих пор живут по съемным квартирам. Многие из них покупали жилье в ипотеку. Сейчас они вынуждены приостановить выплаты по займу и снова ждать. 5 лет в ожидании чуда. Уже бывшие супруги Даурин Кадырбаев и Гулим Джетенова когда-то имели собственное жилье в седьмом доме в микрорайоне Бесаба. После того, как один из домов рухнул, а остальные были признаны аварийными, утекло немало воды. Однако банк, в котором был оформлен ипотечный заем на приобретение уже не существующей квартиры, по сей день ждет выплат по кредиту. А денег Даурину взять неоткуда. Обещанное властями жилье не дали до сих пор. Нам очень обидно, что в таком большом городе, как Караганда, для нас не нашлось уголка. Мы вынуждены скитаться по съемным квартирам. С банка от нас требуют погашения ипотечного займа. А за что платить? За несуществующие стены? Мы уже потеряли надежду и обратились в общественное объединение защитники Отечества. Хотим добиться справедливости вместе с Абельдой Абдикаримовым. Общественники и его подзащитные обратились в суд. Они считают, что в деле распределения квартир бессабинцам есть коррупционные махинации. В городском отделе ЖКХ по делу бессабинцев нам ответили, что кроме Кадырбаева без жилья остаются еще 190. Когда они получат жилье, пока точно неизвестно. В этом году, по крайней мере, планируется завершение это все. И полностью решение вопросов с бессабинцами в этом году. Осталось на сегодняшний день заселить 119 человек из числа пострадавших граждан бессабы. В экономическом суде по делу бессабинца журналистам запретили производить видеосъемку. По словам общественника, так чиновники пытаются замять это дело. Кроме того, Абдикаримов представляет интересы более 20 строителей, которые работали при возведении жилого комплекса «Шапогат». Люди до сих пор не могут добиться выплаты заработной платы от подрядчика. Подрядчики незаконно выиграли тендер. У них не было никаких спецтехник, ничего не было. Как они выиграли? Одним словом, они купили. По нашим данным, они купили тендер. Это первое. Второе. Когда не работали, не выплачивали зарплату. Мы вмешались в эту ситуацию, потому что там работали афганцы. В связи с этим, когда мы начали немножко подавать в прокуратуру, они взяли и в один день сбежали. У всех строителей, по словам Абдикаримова, есть на руках решение суда, согласно которым подрядчик под названием ТО «Отан» должен выплатить им деньги. Но взыскивать не с кого. Общественник заявляет, что их даже не ищут. Ая Мамрина и Сламбекоспан Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.